Еще не спектакль, скорее эскиз. На сцене профессиональные артисты, минимум декораций и текст. Живой, авторский. Я серьезен, как контролер в трамвае. Вы же говорите про свою подружку Катю, а она по сравнению с вами Настя. Просто пустое место. Я буду даже, наверное, и жениться на вас. Я не Настя. За два дня на сцене Театра молодежи будет прочитано шесть пьес известных и не очень драматургов. В числе авторов Василий Сигарев, Дмитрий Данилов, Родион Белецк, Иван Вырыпаев, Викентий Брысь и Юлия Поспелова. Сам текст и то, что мы действительно забываем про своих друзей. Мы забываем про то, что через 2-3 года мы вспоминаем, звоним, а он умер уже. То есть это вот Родион Белецкий написал пьесу про себя. То есть как бы в самой пьесе вот в этой я играю Родиона, а это я разговариваю со своим другом, который уже умер. То есть вот это и происходит, что вот надо чаще звонить любимым своим друзьям. В общем, жить надо. После каждой читки обсуждение пьесы, отсюда и название фестиваля, мета, то есть после драмы. Именно произведения современных драматургов отражают действительность, изменчивость времени. И осознавать эту изменчивость зрители будут вместе с актерами и компетентными специалистами. Часто зритель вообще не готов к читкам. Я думала, ну, опасно начинать, ну, рискованно. Но, что было удивительно, зритель есть, зритель увеличивается, ну, количество зрителей каждый раз, место все больше в зале. И это значит, что, ну, зрителю интересно. И вот этот интерес зрителя к современной драматургии, ну, для меня вот было очень, ну, мне было интересно предложить это театру молодежи. Организаторы поясняют, задачи воспитывать зрителя не стоит. Четко это в первую очередь знакомство с новой драматургией, ее популяризация. Это поиск новых форм, смелые эксперименты в постановке пьес. В современной драме нет положительных и отрицательных героев. В современной драме это мы. Это мы, понимаете? И мы жить с вами не хотим, чтобы кто-то нас оценивал и говорил нам, что мы хороший или плохой. Мы сегодня идем по пути свободы мысли, свободы выражения своих идей и установок, и взглядов. А тут какие-то положительные и отрицательные герои. Вот эта разница, это просто тектонический сдвиг, если хотите. Сегодня нет задачи искать положительного и, не дай бог, отрицательного героя. И более того, я вам скажу, в современной драматургии все отрицательные герои в конце концов оказываются самыми положительными. Фестиваль читок завершится 10 июня пьесой Викентия Брысь «Рашен лалабай». Известный драматург Михаил Дуренков охарактеризовал ее как смешную до хохота, до закономерных судорог, до последующих рыданий. Составить свое мнение о драме может каждый желающий. Читки идут на малой сцене театра молодежи. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на восьмом.